История про найм по фотографии вызрела и вопрос такой, вы рассматривали этическую сторону этого вопроса, то есть если мы представим себе, что завтра любая компания начнет нанимать людей по фотографии, мы вообще куда придем? Счастливое будущее. Ну это какой-то цифровой, не хочу этого слова говорить, да. Это дискриминация по фотографическому признаку получается что-то тогда? Ну дискриминация вообще есть по рождению, ну то есть давайте будем реалистами, мы рождаемся разными, с разным набором навыков, с разной генетикой, с разным здоровьем, с разным уровнем внутренней энергии, с разным потенциалом интеллектуальным. Да, но тут как себя кто продаст, а не так, что по фотографии машина определила, я тебя за руль не посажу, потому что ты, извини меня, в детстве получил травму лица теперь, например. Нет, здесь нужно четко понимать, что пластическая хирургия никаким образом не влияет на выводы нашего алгоритма, им влиять не может. Ну в том числе травма лица, мы говорим не об этом, мы говорим о том, что есть, например, люди, у которых СДВГ ярко выражено, им вообще за руль-то нельзя. Ну то есть им нужно ограничить доступ к профессии, потому что иначе они, сев в самосвал, например, да, там четырехосный, они могут очень много беды принести на дорогу. Поэтому когда мы про этическую сторону вопроса с вами говорим, я предлагаю смотреть не на то, что мы кому-то не дадим денег заработать, а на то, сколько мы жизни сохраним, не дав этим людям сесть за руль. Поэтому здесь это всегда такой тонкий вопрос, я в свое время очень сильно увлекался биологией поведения и биологией в целом, и микробиологией, и есть замечательный набор тезисов по этому поводу. То есть, ну первое, мы, значит, мы не равны по рождению, это вот просто первый ребенок и второй, они очень сильно отличаются, рожденные в одной семье. Просто вот, ну и серии первые всегда лидеры, у них на 75-80% правильные лидерские качества. Ну, это как бы немножко про другое. Нет, это не про другое, это ответ на ваш вопрос. То есть, мы по рождению разные, нас природа сделала разными, поэтому как мы можем сделать разных людей одинаковыми и зачем, это вопрос открытый. То есть, мы говорим скорее про то, что мы с помощью технологий, развивая тот вектор, который мы развиваем, в котором мы уже набрали определенный уровень профессионализма и экспертизы, значит, мы приведем отрасль в состояние, когда люди будут находить профессию, которая им больше подходит и приносит им больше удовольствия, в которой они лучше реализуются, где они приносят больше пользы бизнесу и больше зарабатывают. И это не про ограничения, а про систему рекомендации. То есть, одно дело, когда мы водителю говорим «поверни направо», а другое дело, когда мы предлагаем три варианта пути. Мы ему говорим «можешь поехать по дороге один, по дороге два и по дороге три с прогнозом времени». Это то, к чему в итоге Яндекс пришел. То есть, мы не говорим «куда идти?», мы говорим о тех вариантах, которые тебе доступны с учетом твоих тактико-технических характеристик. Здесь возникает другой вопрос. Вы описываете концепцию, которую мы все наблюдаем в фантастических фильмах, когда человек рождается, ему ставят клеймо, кем он будет в будущем – счетоводом, кассиром или водителем. Я вас уверяю, во-первых, это произойдет, во-вторых, авторами этого будем не мы, а государство, в-третьих, это уже сейчас разрабатывается, а то, что мы с вами об этом не знаем, это не значит, что этого не существует, а в-четвертых, нам с вами нужно ответить на один простой вопрос. Вы будете среди тех, кто будет это разрабатывать и этим управлять, или среди тех, кем будут управлять. Поэтому, если вы верите в то, что этого не будет, окей, это ваш выбор. Я верю в то, что это будет, потому что я смотрю на опыт Китая, Индии и России. И я понимаю, что мы именно в этот мир идем, но чем меньше эта система будет ошибаться, тем более счастливыми будут люди. Поэтому наша задача сделать так, чтобы в довольно большой отрасли система была точнее, соответственно, на свою задачу будет выполнять лучше, а значит, люди, которые будут в профессию приходить, будут зарабатывать больше, получая от этого больше удовольствия, принося больше эффективности бизнесу. Вот наша задача. С одной стороны, все такие счастливые будут, а с другой стороны, мы идем к Скайнету. Ну, на самом деле, то, что мы думаем, что у нас есть выбор, это просто нам хочется в это верить. На самом деле, выбора-то у нас особого нет. Ну, то есть, трек, который нам определили родители в детстве, потому что большая часть из нас принимала решение о том, в какой ВУЗ поступать, это не наше решение было. Соответственно, и так дальше. Поэтому, ну, мы там, где мы есть, в той точке реальности, где мы есть, поэтому можно просто принять это или спорить с этим. Мы принимаем. Субтитры сделал DimaTorzok